Пригожин заявил об ударе Минобороны РФ по позициям ЧВК Вагнера и объявил, что собирается восстановить справедливость в России. Он также обвинил Шойгу в побеге из Ростова, на Дону. Минобороны РФ назвало заявление Пригожина информационной провокацией. Вооруженные люди оцепили административные здания в Ростове, на Дону. Позднее стало известно, что это бойцы ЧВК Вагнера, по словам Евгения Пригожина, они взяли под контроль все военные объекты в городе. Собянин объявил о начале антитеррористических мероприятий в Москве. ФСБ возбудило уголовное дело о призывах к вооруженному мятежу после заявлений Пригожина. Песков заявил, что Путина проинформировали обо всех событиях вокруг Пригожина. На следующий день российский президент выступил с обращением к россиянам, в котором назвал мятеж Евгения Пригожина предательством и изменой, а также ударом по России. Главное событие дня. Мятеж Евгения Пригожина. Глава ЧВК Вагнера Евгений Пригожин выступил против Министерства обороны и фактически начал вооруженный мятеж. Подробнее о том, что стало известно о Димарше Пригожина к утру 24 июня, можно прочитать здесь. В Москве, а также в Московской и Воронежской областях ввели режим контртеррористической операции. Он дает властям очень широкие права, теперь силовики смогут законно читать личную переписку жителей регионов и входить в любые помещения без решения суда.